Как очередное чмо развело Жириновского? Хочу, ребята, рассказать вам об одном негодяе, который не сходит с экранов российских телевизионных каналов. Вчера это чмо, с большой буквы, имеющее полутораметровый рост, угрожало взятием России Киева и Варшавы. Имя этому чму – Роман Кудяков. Он является депутатом Госдумы от ЛДПР Жириновского. А жил и делал свою карьеру Рома в Тирасполе, на моих глазах, поэтому жители Приднестровья очень хорошо знают этого генералиссимуса, захватывающего города. Рома уродился туповатым, неспособным к обучению, поэтому, окончив школу на поставленной из жалости тройке, он устроился на местный рынок в маленькую будочку по изготовлению ключей. Зимой и летом этот незаметный человечешка сидел в своей будке и, в принципе, приносил человечеству некоторую пользу. Но тут, в один из осенних дней, Приднестровья решил посетить Жириновский. Надо отметить, что со времен СССР московские бонзы посещали Молдавию именно осенью, чтобы попить свежего молдавского пива. И тут настал звездный час для нашего героя. Он решил встретить Жириновского хлебом и солью. Для этого Роме понадобилось потратиться. Он закупил около 20 кепок, на которых большими буквами написал ЛДПР. Ну и гениально решил проблему с людьми, которые эти самые кепки должны были одеть. Роман поехал к местному цыганскому поселению и за 5 долларов за голову отобрал бородатых черненьких представителей этого кочующего народа. Я просто видел эту встречу Жириновского со стороны. Мы умирали с осмеху, когда цыгане, изображающие счастливых приднестровцев, заучено кричали, путаясь в фамилии, то Жарановский, то Владимир Вульвович и так далее. Запахи от кочующих цыган распространялись за квартал. И если бы Владимир Вульвович уже не врезал бутылку коньяка за 400 долларов, то идея такой торжественной встречи, несомненно, бы провалилась. А так нет, все прошло на ура. Российский вождь его заметил. И через месяц у Ромы появился большой пасторный офис в самом центре города и новенькое БМВ с большущими надписями по бокам – ЛДПР. Следующие несколько лет Худяков успешно доил местный бизнес, якобы представляя крышу ЛДПР от милицейских побоев и поборов, которые всегда были и есть в Приднестровье. Ну а потом по списку ЛДПР перебрался в Москву, где уже на новом уровне крышуют российских «бизнесменов». Согласитесь, ребята, все эти посланники русского мира на удивление похожи. Моторола – мойщик машин, Гиви – водитель-погрузчик, Худяков – изобретатель ключей. Все они мечтали, а этот еще и сейчас мечтает захватить Киев, Лондон, да и весь мир в конце концов. Вот эти неандертальцы, не прочитавшие за свою жизнь ничего, кроме журнала «Мурзилки», лезут к людям 21 века со своей грязью и тупостью. И так получилось, что Украина на передовой в борьбе с этой напастью, и весь мир должен понимать, если сегодня они пройдут через нас, завтра они будут у них. Олег Хвощевский Субтитры создавал DimaTorzok